МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС Культурный Максимум. Я Алексей Кудинов. Сегодня расскажу, как проводят лето талантливые юные музыканты. Мы посмотрим на творческий мост, соединяющий дизайнеров из России и Южной Кореи. Но для начала давайте отправимся на масштабное шоу-перформанс. Это презентация парикмахерского искусства высшего уровня. Вот можно ли вот эту работу парикмахеров называть искусством? Сейчас попробуем по ней. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оброс подстригся. Считается, что такой утилитарный подход к делу изменили египтяне. Во времена фараонов создание причесок, образов превратилось в искусство. Не зря же в захоронениях находятся статуэтки парикмахеров возрастом более трех тысяч лет. В древних Греции и Риме у знатных людей был целый штат рабов, отвечающих за прически, покраску волос и прочую красоту. В средние века парикмахеры считались вообще носителями тайных знаний. Они могли не только подстричь и оформить бороду, но и вырвать зуб, поставить банки, а также занимались кровопусканием. Сегодня мастер высокого уровня – это тоже специалист широкого профиля, разбирающийся в одежде, в музыке, в живописи, во всем, из чего создается образ. Когда художник пишет картину с каждым мазком кисти, то есть у него что-то меняется, постоянно что-то дорабатывает, убирает, прячет, подчеркивает. Точно так же здесь с волосом, когда парикмахер работает, он делает какую-то общую целостную концепцию, картинку, к которой он идет в конце, он что-то убирает, что-то дополняет, где-то цвет, где-то форма. То есть так это и работает. Александр – абсолютный чемпион мира по парикмахерскому искусству. Этот титул он завоевал накануне пандемии в Париже. В соревнованиях тогда участвовали сборные 35 стран. Такие турниры – возможность проверить себя по гамбургскому счету и посмотреть, что делают коллеги. В новостейберском шоу Александр показал работы, созданные по мотивам черного квадрата Малевича. При этом мастер трансформировал образы на глазах у публики. В шоу, организованном Международной академией парикмахерского искусства «Киона» «Дизайн» приняли участие несколько титулованных мастеров. Трехкратная чемпионка мира Людмила Железнюк, победительница всемирного конкурса «Стрит-стайл интернешн» Алина Завьялова. Вдохновлялись мы, конечно, балетом Чайковского «Щелкунчик». И, собственно, постарались в этой коллекции совместить такой, сделать симбиоз фэшн-арт и классического балета. Потому что это, ну, наверное, уже больше, чем показ, потому что здесь есть история, здесь есть и классика, здесь есть арт-позирование. Вообще, в принципе, позиционирование этой истории. И, наверное, это больше уже как мини-перформанс, как мини-выступление. Перевести великую музыку и образы классического балета на язык фэшн – это, конечно, амбициозная задача. Перформанс показали уже в нескольких городах страны. Им закрывали выставку «Россия» на ВДНХ. Это все создано нашими арт-стилистами – Артемом Каюковым и Алиной Завьяловой. И задача была поставлена очень сложная. Балет – знак, да? Весь мир знает, что такое балет. Но совместить такого уровня, классику, и перевести ее в плоскость фэшн – вот это сумасшедшая, сложная задача только для суперклассных стилистов. Суперклассные стилисты в стране есть. Собственно, золото чемпионатов мира тому подтверждение. Шоу, представленное в Новосибирске, показывает, что отталкиваются авторы. Сегодня именно от русской культуры. Сказок, изобразительного искусства, балета. Казалось бы, все это очень далеко от нашей обыденной жизни. Действительно, мало кто идет в парикмахерскую за такими образами. Но серьезное отношение к прическам, если угодно, к магической силе, скрытой в волосах, можно встретить и в старорусских обрядах, и сегодня. Вы обратили внимание, как долго в тренде держатся косы? Сложные косы. Безумно сложные сейчас косы исполняются. И вот ты наблюдаешь, ну, кажется, еще год, но уже всем надоест. Нет. Выходит новый виток, новый виток, новый виток. Это именно потому, что волосы для девушки – это ее сила. Раньше ведь, раньше, ты не мог их стричь, потому что ты должен показать свою чистоту, свою вот эту женскую силу. И это сохранилось. Я очень счастлива, что наши стилисты, вот арт-стилисты, которые создают шоу, всегда учитывают вот эти культурные наши коды. Вот если посмотреть вот на эту модель, посмотрите, какие здесь, в общем, отсылы в ту же тему. Тренд кос, тренд волос. Я думаю, что в России это сохранится всегда. Давайте продолжим говорить о красоте. В Новосибирском Кривическом музее открылась выставка, на которой представлены работы известных и молодых дизайнеров. Своеобразный творческий мост, перекинутый между разными государствами. Форма, ритм, цвет. Эти и еще множество ингредиентов дизайнеры используют для того, чтобы создать офисный интерьер, чайник или указатели для музея. На этой выставке представлены десятки работ авторов из разных стран мира, от Испании до Австралии. Но начинался творческий мост, как проект, связывающий российских и корейских дизайнеров. В 2018 году они как раз приезжали, большой делегацией в Новосибирск. Была конференция и выставка в ГЦИ на тот момент. И тогда выставка была международная. И потом, в 2019 году, в 2020, и в Москве мы были, и в Корее все делали. И в один прекрасный момент, как раз у нас началась пандемия. Все мы были отрезаны друг от друга. И нам захотелось придумать какое-то название проекта. И с коллегами из Международной Академии Дизайна мы выбрали такое название, как Creative Bridge, творческий мост. И вот с тех пор у нас появился такой бренд, если так сказать, мы будем его развивать. Мостики, которые перерастают в большие мосты. На выставке в Крыльевическом музее представлены работы, отобранные Международной Академией Дизайна. Жанры разные. Здесь есть графика, скульптура, архитектурные проекты. Последние могут быть реализованы, а могут существовать только в виде красивых картинок. Для организаторов это не важно. Вы знаете, иногда идея бывает очень важна. Может быть, она разовьется через какое-то время. И как раз это может, например, какой-то проект, который существует в зачатке еще в идее, может быть, после того, как он будет показан, выйдет в свет, может быть, он как раз и начнет развиваться, и появится какое-то развитие, и воплотится в жизнь. Считается, что архитектура, дизайн, живопись, как и музыка, это универсальный язык искусства, понятный без перевода в любой стране. Но это верно лишь отчасти. Есть знаки, образы, отсылки, которые представители одной культуры легко считают, а другие даже не заметят. В рамках проекта «Творческий мост» выставки проходили и в российских городах, и в Сеуле. И для авторов это возможность проверить, понимают ли твои работы носители иного культурного кода. Мы показываем какой-то материал, а что вы видите, а как вы можете расшифровать. Если это совпадает, в принципе, более-менее с задумкой автора, тогда я считаю это вот как успех. То есть люди смогли прочитать то, что автор имел в виду. Независимо, это живопись, это скульптура или какой-то архитектурный проект. Потому что архитектурный проект, он тоже же начинается с какой-то мысли, с ключевого слова, и ты начинаешь развивать. Дизайнеры, архитекторы, художники эту выставку будут смотреть совсем не так, как остальные посетители. Здесь стоит читать описания, изучать даже маленькие фотографии интерьеров, общественных пространств. Особенно интересна работа корейских коллег. На выставке представлены проекты четырех компаний. Разработки очень интересные, кстати, для именно публичных пространств каких-то. Там есть, если посмотрим, есть проект и литературного какого-то пространства. Там есть посмотреть очень... Ну, кто разбирается, да, они, может быть, для себя какие-то даже подсказки, или люди, кто у нас занимается облагораживанием, развитием вот таких пространств в Новосибирске, мне кажется, многие вещи есть чему поучиться и подчеркнуть. Сейчас в Крыльевическом музее показали первую серию проекта. В сентябре откроется вторая, на которой организаторы представят работы с персональных выставок шестерых дизайнеров из Республики Корея. Что делают юные музыканты во время летних каникул? Мы гоняли мяч на улице. Современные дети, наверное, больше проводят в гаджетах. Но в любом случае инструмент откладывают куда подальше. Но не все. Мы сейчас находимся в лагере Олега Кашевого. Здесь собрались дети голодные до музыки. Давайте поговорим с ними и с их преподавателями. Сразу отмечу, мяч в лагере гоняют. А также делают зарядку, общаются с вожатами, завтракают, обедают и ужинают по расписанию. В общем, все как обычно. Но эта смена в образовательном парке имени Олега Кашевого самая музыкальная. Здесь собрались дети, играющие на русских народных инструментах. Мы ежедневно занимаемся с 10 утра до 19 вечера. Но так как не всегда мы вписываемся в эти временные рамки, многие ребята занимаются и после ужина. Но в 22 часа мы стараемся все-таки прекращать наши музыкальные занятия. Летняя школа «Поиграем» проходит ежегодно. Здесь 80 детей, в основном из Новосибирской области. Те, кто серьезно занимается домрой, гитарой, баяном или аккордеоном. У кого-то уровень развития выше. Просто элементарно, что он старше. Либо педагог как-то более углубленный. Ну, разные бывают обстоятельства. А здесь вот они все, вы, наверное, видели, живут в одном общежитии. Играют все рядом, общаются между собой. Это вот может быть одно из, ну, как сказать, хороших условий этой школы, что вот происходит вот такое общение. Между более сильными и, ну, пока менее подготовленными, скажем так. С юными музыкантами во время смены работают педагоги топ-уровня, солисты филармонии, преподаватели колледжа и консерваторий. Среди них давно живущий во Франции баянист Роман Шбанов. Ребятишки, как губка, они впитывают в себя все наставления или какие-то советы, которые в будущем им пригодятся. Это их направляет на какой-то путь, открывает широко их видение, слышание. И очень хорошо, что есть такие мастер-классы, где все встречаются в музыкальной и творческой атмосфере. Все это проходит. И я думаю, что это дает в будущем свои плоды. Среди участников летней школы многие уже задумываются о профессиональной карьере. Для успеха, который недостаточно, отлично владеет своим музыкальным инструментом. Нужно уметь общаться, уметь подать себя публике и справиться со страхом сцены. Как это делать здесь тоже учат. Делали упражнения и потом говорили, если делать эти упражнения перед сценой, то ты будешь чувствовать себя намного лучше. Человек ложится на спину и потихоньку поднимается. И остановится на середине. И держит. И ты трясешься, а потом, когда расслабляешься, намного лучше себя чувствуешь. В программу летней школы входит и индивидуальная работа с педагогами, и ансамблевое музицирование. Здесь уже сформировали несколько оркестров народных инструментов. Опыт игры в составе большого коллектива очень ценный. Дети многие приехали из деревень Новосибирской области, где вообще они понятия не имеют, что такое оркестр, и что такое дирижер, и как нужно по руке понять, когда вступить, когда сыграть свою нужную партию. Поэтому этому мы обучаем. Летняя смена «Поиграем» завершится через несколько дней праздничным концертом. Многие участники этого года постараются попасть сюда и в следующем летом. Ведь здесь даже вожатые отрядов, молодые музыканты, которые не только игру в ручеек организуют, но и со сложными пассажами помогут. Среди участников прошлых смен есть победители Дельфийских игр и всероссийских конкурсов, есть и те, кто уже успешно учится в консерватории. А среди бенефициаров проекта также и преподаватели музыкальных школ региона. Ведь совсем скоро начало учебного года. Сейчас лето, сезон отпусков. То есть ясно, что малый процент ребятишек чем-то занимается, где-то выступает, где-то играет. А школа дает возможность как раз быть на сцене уже в августе. И вот они в сентябре будут учиться уже, можно так сказать, в форме. Это все на сегодня. В следующей программе расскажу, какое кино снимают этим летом в Новосибирской области. Редактор субтитров А.Семкин